Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Лия, и сегодня я расскажу о фобии каждого знака зодиака. Чего же боятся знаки зодиака? Сегодня из этого видео вы обязательно узнаете правду. Ну а перед этим прошу вас подписаться на мой канал, выбрав все уведомления у колокольчика. И также прошу вас, поставьте лайк этому видео и напишите любой приятный комментарий. Так вы поможете этому видео продвинуться, и тогда наш канал будет жить, потому что пока просмотры очень сильно огорчают. Не забывайте, что у меня под этим видео есть все ссылочки на мои соцсети. Я вас там жду, особенно в инстаграме и на новом канале. Я уже планирую, уже готова снимать новое видео на новый канал, поэтому вы скоро его увидите. Я надеюсь, что вам понравится. И первое у нас это овны. Активные овны больше всего на свете боятся, если они ничего не будут делать. Если их каждый день будет похож на предыдущий, они не любят рутину, и поэтому боятся этого как огня. Также овны любят сдерживать свое обещание и очень загоняются, если не могут его выполнить. Поэтому, да, это тоже их страх, если они не выполняют свои обещания. Ну и знаю свою подругу, которая очень боится замкнутых пространств. Да, овны действительно этого очень боятся. Тельцы. Этот знак зодиака живет по плану. Чаще всего он придерживается определенного плана на каждый день. И если у него что-то не получается, он просто впадает в панику, потому что у него все должно быть по полочкам. Опоздание кого-то человека. Сдвигаются его планы на полчаса, даже пять минут. У него начинается просто истерика. Также он не любит, когда какая-то суматоха. Он боится этого, поэтому телец сам очень спокойно, именно в спокойной обстановке. И он боится, когда идет что-то очень активное, не относящееся к его темпераменту. Телец это про зарабатывание денег. Поэтому, когда у него заканчиваются деньги, для него это просто большой страх. Поэтому он всегда пытается заработать денег. Он стремится к хорошей жизни. Близнецы. Эти люди очень любят находиться в компании. Эти люди очень любят быть в центре внимания. И также эти люди любят достигать каких-то вершин. Страх близнецов быть на втором плане в любом деле. Будь то карьера, любовь и так далее. Он хочет быть всегда впереди всех. Поэтому страх близнецов, конечно же, проиграть, остаться незамеченным, остаться на втором плане. Также близнецу очень важно решить все дела. Поэтому у него большой страх, если какие-то дела не будут решены до конца. Раки, наверное, самые боязливые из всех знаков зодиака. Потому что они очень чувствительны. И поэтому они боятся многого. Но больше всего на свете они боятся быть отвергнутыми. Они боятся быть непонятыми. И из-за этого они находятся чаще всего в одиночестве. Также они могут страдать страхом открытых пространств, когда очень много людей. То есть это агорофобия. Также у них страх каким-то либо болезням. Они постоянно следят за своим здоровьем, сканируют себя, что у них болит, что их беспокоит. То есть они направлены вглубь себя. Есть такие люди ипохондрики, которым кажется, что они постоянно чем-то болеют. Но когда приходят в больницу, у них ничего не обнаруживают. Но они опять у себя видят какую-то проблему. Так вот, ракам это свойственно. Львы. Несмотря на то, что лев — это царь зверей, несмотря на то, что лев любит быть в центре внимания, у львов чаще всего фобии, связанные с обществом, с людьми, но больше всего связаны с их личными достижениями в плане общения. И самый главный страх у львов — это, конечно же, страх неудачи. Потерпеть неудачу в любом деле. Особенно, когда это касается общения, когда это касается общения с другими людьми, где нужно показать себя, и они вдруг опростоволосились. Это для них очень большой удар. Они могут переживать от этого очень сильно и очень долго. Даже могут впасть из этого в депрессию. Также львы ненавидят, когда их игнорируют, когда игнорируют их рассказы, их ответы, когда их перебивают. Да, львов это очень сильно ранит. Ну и, конечно, если львов забывают как просто человека, либо как личность, если человек публичный, то они готовы на всё, лишь бы их вспомнили, лишь бы про них говорили. Девы педантичные, они любят чистоту. И для них большой страх оказаться и жить в таком месте, где беспорядок. Это их очень-очень пугает. Поэтому они обязательно будут держать своё жилище в чистоте. Девы — это идеалисты, поэтому они всегда стремятся к какому-то идеалу, когда его достигают опять, достигают того идеала. У них никогда нет предела совершенства. И поэтому, если они не достигают этого идеала, у них начинается паника, потому что такого быть в их жизни не может. Лесы — это люди, которые, конечно же, за гармонией, чтобы всё было ровненько, чётенько. Эти люди общительные, дружелюбные, конечно же, не любят и боятся, когда что-то происходит не так. Они боятся обидеть человека, и если это происходит, их это очень ранит. Также весы очень боятся одиночества. Это люди общительные, которые тянутся к другим людям. И частый страх у весов — это, конечно, страх смерти. Скорпионы — люди, которые принимают всё близко к сердцу, несмотря на их жёсткий нрав. Особенно они боятся, если они окажутся непонятыми и если они окажутся в какой-то неловкой ситуации, где над ними будут смеяться. Они очень боятся попасть в просаг, поэтому максимально держатся осторожно, особенно в незнакомых компаниях. Так что их страх — это быть осмеянными. Стрельцы — это свободные личности. И у них возникнет большой страх, если их будут ограничивать. Если будут ограничивать их свободу. Им нужно постоянно двигаться в своём темпе и жить по-своему. Так что если вы их будете ограничивать, они будут себя чувствовать максимально некомфортно. Также чаще всего этот знак безответственный. Так что когда у них появляется ответственность, для них это просто ужас. Они не могут этого вынести. Ну и из-за этого, конечно, они чаще всего боятся замкнутых пространств. У них калустрофобия. Козероги — друженики. Козероги любят свою работу, они достигают вершин, и они боятся, что их недооценят. Они боятся, что их труд будет неоценён по их мнению, по тому, как они считают, они справились. Поэтому если их не оценивают, если их недооценивают, то для них это очень большой страх и большая паника. Также они не любят суету, не любят и боятся скопления народа и открытых пространств. Водолеи открыты, самоуверенные даже люди. Они знают, как им жить. Им не нужно мнение других. Но вот есть у них такие страхи. Они не хотят находиться там, где им что-то диктуют. Это учёба, это работа, это брак. Так что для них очень важно, чтобы партнёр их не ограничивал, чтобы он не диктовал, как им нужно себя вести. Вот и всё. Рыбы, они так же чувствительны, как и раки, но по-другому. Они постоянно принимают всё на свой счёт, поэтому они очень боятся. Когда их люди не понимают, им это кажется, какое-то случайное слово, какой-то взгляд их может ранить, их может напугать. Также рыбы боятся публичных выступлений, до ужаса просто, до паники. Это их большой страх. Вот такое видео про всех знаков зодиака, какие у них фобии. Пишите обязательно в комментариях, сколько у вас совпало, какие ещё фобии у вас есть. Может быть, вы похожи на другой знак зодиака, такое тоже бывает. И мы с вами увидимся очень скоро, мои дорогие. Люблю, целую, обнимаю. Пока.